Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя, именно тебя на моем канале. И сегодня я снимаю новое видео, посвященное перепискам. Вы все так по ним соскучились и просили во всех моих социальных сетях. Карина, снимай почаще переписки. С кем на этот раз будет переписка? С кем на этот раз? В общем, было дофига. Прось снимать больше переписок, поэтому сегодняшняя переписка будет посвящена фейку моего папы. Как бы это странно ни звучало, но многие мои подписчики просто обожают создавать фейков на всю мою семью, доходя не только не до семьи, до знакомых, да? Мой водитель, моя мама, мой папа, официант, мой таксист, который довозил меня до авиапарка, господи боже мой, моя собака. Как бы это просто смешно ни звучало, да, я тоже в шоке, я тоже ржу каждый день с того, что вы мне, ребятки, кидаете все вот эти вот фейки, и я действительно захожу на их аккаунты, и они ведутся, выкладываются истории, всякие новости. И буквально час назад мне подписчица скинула аккаунт фейка моего папы. Он, как я поняла, создался вот буквально недавно, и там пишется регулярно всякий бред, поэтому сегодня мы этого фейка выведем на чистую воду, проверим, на что же он способен, позадаваем ему всякие вопросы, и посмотрим, что же нам скажет фейк, когда под конец переписки я отправлю ему видео приветик и скажу, ну что ты на это скажешь? В общем, оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного, и будете натыкаться на мои видео еще не один раз, а также нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои видео первыми и не пропускать премьеры. Давайте наберем под этим роликом 40 тысяч пальцев вверх, я знаю, какие вы у меня активные ребята, поэтому ставьте пальчики вверх, и вы меня будете этим самым вдохновлять, и я буду снимать все больше и больше крутейших роликов, а также в этом ролике я спрятала для вас три эмодзи, и если вы будете это видео смотреть внимательно, то ваши оцелите эмодзи, досмотрев видео до конца. Если вы их найдете, отправите в директ в инстаграме, ник моего инстаграма вы видите сейчас на своих экранах, обязательно подписывайтесь и кидайте туда эмодзи, которые вы найдете в этом ролике. Ну а мы можем начинать переписку с фейком моего папы. Поехали! Итак, давайте же посмотрим, как выглядит этот потрясающий аккаунт. Кстати, хочу вам напомнить, что переписку я буду вести со своего фейкового аккаунта, чтобы фейк не заподозрил, что я, может быть, снимаю видео, или что я написала с официального аккаунта, и это покажется ему странным. В общем, смотрим на этот аккаунт. Папа Аракелян. Настоящий папа Кариночки. Самый счастливый папа в мире. Мне очень повезло, что у меня такая дочь Карина. В подписках, в подписках, ну, просто как бы мои знакомые, мои подписки. Видимо, якобы мой папа решил просто стырить всех людей, на которых я подписана. Тут все мои коллеги-блогеры, мои друзья. В общем, все понятно. Посмотрим фотографии со своей любимой женой 28 минут назад. Да, чтобы вы понимали, что этот аккаунт действительно был создан недавно. И мне его скинула моя подписчица, и я поняла, что я обязательно должна снять этот ролик. Вот прям 100%. Следующая фотография. Моя самая любимая. Моя доченька. Самая красивая в мире. Я ее очень сильно люблю. Посмотрите, какая она! Следующая фотография. Мое любимое блюдо. Сидим с Кариной в ресторане. Действительно фотка из какого-то ресторана. Тут какие-то стейки, салатик и какой-то клюквенный или томатный сок. Не знаю, что это такое. Дальше фотография моего папы и моей мамы без подписи. Фотография всей моей семьи. Папа, мама и Полина. И как бы я вся в черном, ничего нового. Тоже без подписи. И последняя фотография. Мой папа и мама на веселе. Эта фотография была сделана очень давно, ну, где-то лет 5 назад. В общем, вот такой вот угарный аккаунт. И я надеюсь, что сегодня у нас все-таки получится вывести его на чистую воду. Историй у этого аккаунта нет. В принципе, подписок очень мало. Подписчиков всего 3. Интересно, что же нам сегодня будет писать этот фейк. И я очень надеюсь на то, что все-таки мы дождемся ответа. Потому что бывает, что я снимаю ролики на свой канал. И многие фейки мне просто не отвечают. Не заходят в переписку. Или пишут какую-то матерную херню. И мне просто приходится отменять видео. Не выкладывать его к себе на канал. Чуть камеру я, ребят, приспущу, потому что мне не очень нравится ракурс. Вот так гораздо лучше. Я снимала буквально вчера ролик. И мне фейк не ответил. Поэтому я надеюсь, что сейчас я все-таки дождусь ответа. С учетом того, что этот аккаунт сейчас сидит в сети. Привет! Ой, здравствуйте. Я фанатка Карины. Вы действительно ее папа? Так, пока сообщения никто не читает. И я уже начинаю немножечко разочаровываться. Потому что обычно те фейки, которые ждут сообщения от кого-либо и создают их ради развлечения. О, читают. Да, все, отлично. Сообщения прочитаны. И мне фейк отвечает. Потрясающе. И так, 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 так. Посмотрим. Привет, деточка. Со скобочкой. Да, это я. Слушайте. А можно с вами поболтать? А ты правда фанатка? Вопросительный знак. Ну да. Я просто обожаю Карину. Чтобы вы понимали, ребят, очень редко мне вот так вот отвечают быстро на сообщения. И я очень надеюсь, что я не спалюсь, что все-таки я снимаю ролик. Хотя многие фейки уже просто создают аккаунты и понимают, что да. Вот если вот так вот кто-то написал, то 100% это Карина за фейковым аккаунтом пишет мне новое сообщение. Итак, мне написали, я тоже ее очень сильно люблю. Хм, а можно я задам тебе пару вопросов? Нифига себе, я думала, это я сегодня буду вопросы задавать, а не фейки мне. Ого. Давайте. Я притворяюсь ребенком, который действительно якобы по мне фанатеет и верит во все эти фейковые аккаунты. Кстати, многие мои зрители действительно ведутся на фейковые аккаунты. Ребят, у меня один аккаунт в Инстаграме и одна страничка ВКонтакте. Вот мой ник в Инстаграме, обязательно подписывайтесь, не один раз уже вам о нем говорила. А вот моя ссылочка на страничку ВКонтакте, поэтому, пожалуйста, не ведитесь на фейков. Сколько тебе лет? Давайте притворимся не сильно таким маленьким ребенком. Хм, а зачем тебе? Вдруг ты маньяк и хочешь меня, как бы это сказать-то, изнасиловать. Ну, мне очень интересно, я не маньяк, а папа Карины. Ты чего такое говоришь? А ты ведь девушка уже, да? Просто раскрою тебе секрет, малышка. Я очень... Я очень пошлый, блядь. Что такое происходит с моими фейками? Объясните мне, пожалуйста. Если сейчас опять начнется какая-то херня, я не буду выкладывать это видео на свой YouTube-канал, потому что прошлый ролик, который я снимала, он не вышел как раз-таки по этой теме. То, что фейк очень часто матерился, использовал очень тупые, неправильные слова. И я не хотела их замазывать, не хотела их как-то даже произносить. И кроме мата в переписке ничего не звучало. Именно поэтому я решила этот ролик не выкладывать. О, нифига мне тут уже понаписал фейк. И раз ты мне написала, я буду тебе всегда писать. Только не бойся ты меня. Просто скажи, сколько тебе годиков, а дальше поговорим по-взрослому. Блядь. Привет, убейте меня, пожалуйста. Что происходит с этим миром? Ладно, давайте притворяться. Хм, будем заигрывать с этим фейком. Мне 15 лет. Я уже девушка. Девушка. Кстати, у меня уже есть женские дни. Ну, сойдет. Ребят, мне интересно, что за пипец скрывается за этим аккаунтом. Мне действительно интересно. Я что-то уже начинаю понимать, что, видимо, не с девочкой. Да, мы сегодня переписываемся. Действительно, пацан какой-то, причем пошлый. Надеюсь, и не будет сейчас требовать никакие пошлые фотографии, потому что это просто трэш, ребят. Таких фейков действительно дохерища. И многие создают только ради того, чтобы кого-то развести. Поэтому еще раз, не ведитесь, пожалуйста. О, ну значит, точно, девушка. Слушай, а можно я задам тебе вопрос? Тебе сколько лет? Потому что я-то знаю, ребят, сколько лет моему папе. И мне интересно, действительно фейк выставляет себя за моего папу? Или сейчас произнесет возраст наподобие 18-19? Спасибо, конечно, за такие крутые фотографии. Хорошо, что они чуть ниже. Это я сегодня после зала сфоткался. Сейчас пришлю отчет. Мне 37. Как тебе? Хочешь потрогать в жизни? О, боже, ребята, я надеюсь, искренне надеюсь, что мне не заблокируют ролик после этого. Правда, что за пипец. Вау. Какая красота. Ты правда папа Карины? Потому что мой папа, как бы, и даже на фотографиях выглядит полнее, и это явно не его пресс. Что за бред? Это очень смешно выглядит. Я даже не знаю твоего имени. Меня зовут... Так, 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 давайте придумаем имя. Лера. Кстати, со всех Лер обязательно комментарий ниже. Если тебя зовут Лера, обязательно ставь лайк под этим видео. Там ее рука. Сидим, кушаем. Мне скинули фотографию какого-то салата, и мне этот фейк продолжают писать какие-то эмоджи, и я так понимаю, что действительно фотография сделана в онлайн-режиме, или фейк просто подготовился. Кстати, рука это не моя, у меня ногти раз в 70 длиннее, чем вот эти квадратные ногти, и я уверена, что какой-то мальчик просто сидит со своей мамой в ресторане, ему нечем заняться, и он решил как-то попранковать якобы моих подписчиков. Сидим, кушаем. Вау, приятного аппетита. Я тоже скину тебе фото. Давайте зайдем, ребят, в сафари, найдем сиськи. Я не буду это показывать, ладно? Грудь в лифчике. Надеюсь, что там сейчас не будет всякой вот этой вот херни, то, что повылезает, да? Хорошо? Вот, отлично. Это сойдет, это можно показывать. Так что возьмем, например, вот эту фотографию. Какие-то титьки в розовом лифчике. Потрясающее. Пожалуйста, YouTube, не блокируй мне ролик. Я тебя очень сильно прошу. Что происходит, господи? Заходим в Instagram. Так, 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 так. Вот они, титьки. Я тоже очень пошлая. Но ты сильно взрослый для меня. Это правда, мои сиськи. И мне 15 лет, блядь. Ребят, мне стыдно. Так, это правда. Для тебя, деточка, я в самый раз. Ты самый сок. Ребят, что происходит? Я таких люблю. Мне продолжать переписку или нет? Скажите мне, пожалуйста, что происходит. Пожалуйста, скажите мне. А он отправил смайлики огня. Всякие влюбленные эмоджи. Водичка. Я аж перевозбудился. Малышка, давай быстрее встретимся. Ладно, давай я скину тебе еще фото. Естественно, кидать мы ничего не будем. А просто, типа, поставим этого фейка перед фактом. И скажем, что скинем ему только после ответа на вопросы. Приезжай ко мне домой, когда никого не будет. Лерочка. Ребят, если этому фейку действительно 37 лет, я, по крайней мере, надеюсь, что это не так, то это действительно какой-то педофил. Реально. У меня просто нет слов. Знаете, каждый раз, когда я снимаю переписки, я удивляюсь, удивляюсь, удивляюсь. И не перестаю удивляться, потому что мне пишут постоянно всякие ребятки, которые хотят, чтобы я сняла видео. Или когда я с кем-то переписываюсь, либо снимаю видео, либо поугарать. То много фейков действительно, которые то вытерятся, то пишут всякий бред. Окей, сегодняшний ролик я постараюсь выложить. Итак, зададим вопрос. Какой же вопрос нам нужно задать? Сколько ты весит? И когда у тебя день рождения? Узнаем, насколько Али правдива информация. Хоть чуть-чуть фейкблизок, например, правильным числом в ответах на эти вопросы или нет. И проверим. Проверим, проверим. Хотя я так понимаю, что да, папа сейчас явно не сидит и не переписывается со мной через этот аккаунт. Это очень угарно. Так что будем просто угорать. Вешу 76. Ну, фейкблизок к числу. Мой папа весит чуть больше. Слушай, день рождения 1 февраля недавно вот было. Слушай, а Карина говорила, что у ее папы день рождения, между прочим, 7 декабря, чтобы вы понимали. Моих родителей день рождения в один день. И у мамы 7 декабря, и у папы. Я вешу 100 килограмм. Поэтому у меня такая большая грудь. Потому что мне фейк задал вопрос, сколько я вешу. Ну, Карина ошиблась. Начнем с этого. А твой вес, это, конечно, тоже сойдет. Ради таких титик. Что происходит? Пожалуйста, мои любимые зрители, объясните мне. Потому что мне становится неловко переписываться дальше с этим прекраснейшим фейком. Какие к черту титьки? Окей. Я готов даже с такой. Правим эмодик, который в ахуе. Просто, ребят, что за бред? Мне интересно узнать, как выглядит этот мальчик, который со мной переписывается сейчас на такие темы. Жалко, что Карина не помнит, когда у меня день рождения. А где ты живешь? Я живу за стенкой. Я твоя соседка. Отправлю смайлики, которые влюблены. Господи, ребят, что за бред? Я иногда пишу, как можно жить за стенкой. Не знаю вообще, где живет человек. Окей. Мне этот фейк что-то печатает. Интересно, что же такое он напишет мне, потому что я уже, честно, задолбалась вести с ним переписку на эту тему. О боже, не может быть! Увидимся. Так, фейк уже начинает волноваться. Видимо, эти все фотографии были не его, что и требовалось доказать. Хотя я уже начала верить. Да-да-да, верить. Слушай, давай-ка я к тебе ночью за чаем приду, попьем. А почему ночью? Мне кажется, что, ребята, это просто бессмысленная переписка. Для чего я снимаю такие ролики? Чтобы вы просто убедились в том, сколько фейков, которые действительно переписываются со мной, со мной на всякие разные темы, развелось. Их действительно очень много. Огромное количество фейков. И я уже просто устала от этого. Но это так прикольно, вести с ними переписки. Ну, днем я занятой. А ты пьешь алкоголь? Да. Мне же целых 15 лет. Шок. Ну, тогда чай с водкой будет. Судя по сообщениям, со мной явно переписывается не парень, 37 лет, окей? Чай с водкой? Что за бред? Чай с водкой. Что, в конце концов, происходит с этим миром? Объясните мне, зайки. Ну, ладно, у тебя офигенная грудь. Я хочу быть с тобой, а лицо мое видел? Сейчас я найду в интернете фотографию бомжа какого-нибудь. И подпишу бомж смешной. Найдем вот, например, вот эту, блядь, фотографию. И сейчас... Сейчас отправим фейку. О, боже. Давай, жду, малыш, блядь. Блин, опять фотография не обрезалась. Я лоханулась. Ребятки, я скинула прям скриншот из интернета. Ладно, я же, типа, выставляю себя как за ребенка, поэтому, окей, такая фотография сойдет. Моя сладкая, бэйби. Окей, я думаю, эта фотка как раз-таки самая то, тем более, что виден скрин, что она якобы из интернета. Оу, написал якобы мой папа. Прекрасно. Это правда ты? Итак, мне сейчас позвонили. Фейк написал. Моя сладкая, бэйби. Оу, это правда ты? Я написала. Да, это я. Спросила, красиво или нет. Он написал. Ну ты прикалываешься? Вот такой бомжихи не будут, такие сесечки. Слушай, а можешь мне скинуть попу? Хочу увидеть тебя и там, и там. Окей, давайте мы сразу скинем видосик, чтобы не было вопросов, потому что, если честно, я уже задолбалась продолжать вести с ним какие-то диалоги. О, боже мой, что за красный эффект? Привет, мой дорогой Фейк. Как у тебя дела? Скажи, пожалуйста, почему ты такой у меня пошлый? Назови, пожалуйста, свой возраст. Моим зрителям, которые сейчас смотрят это видео, будет очень интересно узнать. Отправим сразу сообщение, якобы постоянное. Я извиняюсь за временное отлучение, мне просто курьер доставил посылочку. Чуть позже я посмотрю, что там, а обзор сможете увидеть у меня в инстаграме. Опять, делюсь с вами никнеймом. Вот мой ник в инстаграме. Подписывайтесь, пожалуйста, потому что там очень много обзоров и интересных новостей. Итак, вот этот прекрасный фейк уже полностью сознался. О, боже, ты не Лера. Ты, Карина. О, боже. Извини меня, мне всего лишь 12 лет. Ты полюбишь меня таким? Я в заблуждении. Знаете, сейчас просто мне немножечко стыдно и одновременно так непонятно и смешно. Прям вот действительно. Я могу стать твоим папочкой. Прости, что притворялся твоим папой. Ладно, извини, в общем, меня. Не делай так больше. И на этом я хочу закончить переписку. Ребят, вы только посмотрите, что он написал. Окей, ладно. Я надеюсь, что таких фейков будет все меньше и меньше. Фейк нам признался после нашего видео приветика, что он на самом деле 12-летний мальчик. Кстати, когда я выводила фейков на чистую воду, в основном мне признавались и говорили, что я девочка, меня зовут так-то, так-то, так-то. А тут я, кстати, догадывалась, что это мальчик. И, блин, это очень весело и смешно получилось. Поэтому напоминаю вам про три эмоджи, которые я спрятала в этом ролике. Если вы их нашли, кидайте мне их в директ в инстаграме. Подписывайтесь на меня в социальных сетях, подписывайтесь на мой канал, вступайте в нашу семью ракелянчиков. Я вас всех вот так люблю, обнимаю крепко-прикрепко, целую. И хочу вам сказать спасибо, что досмотрели это видео до самого конца. Если вы хотите видеть больше переписок, пишите об этом ниже в комментариях. Спасибо, спасибо, спасибо. Каждого люблю, крепко обнимаю и целую. С вами была Карина. Всем пока-пока. Не создавайте, пожалуйста, больше никаких фейковых аккаунтов, потому что меня это достало. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok